Вы знаете, как показывает история, у России появляются союзники, когда им это выгодно, когда они понимают, что, ну если раньше это было там пушечное мясо, которое было в России, там еще что-то, ресурсы России, так или иначе идет всегда некая такая большая игра с более или менее использованием человеческих природных ресурсов. То, что касается Америки, ну честно скажу, мне неприятно наблюдать, по крайней мере, как здесь это показывают, но я скажу так, что простые люди, у них живут, наверное, если брать общий аспект страны, они живут, наверное, все-таки получше. Вот, и мне абсолютно неприятно, как бы там некая циничная политика в сторону вообще всех, то, что как бы, ну это очень как бы читаемо, то, что эти же там революции все как бы по одному сценарию проходят совершенно в разных точках мира. И я против однополярности, скажу так, я за здоровую конкуренцию. И то, что касается большой политики, я думаю, что там априори просто не может быть добрых, пушистых дядечек или тетечек. Это жестокий и циничный мир, и идут туда люди, которые к этому готовы. А по-другому, наверное, и нельзя, потому что управлять должна жесткая рука. И это более понятно. Ты, когда даже элементарно управляешь там коллективом людей на работе, там цехом или коллективом творческим, можно просто понять об этом по сопоставлению, насколько это шире все идет, насколько это сложно и сколько там всего очень страшного и сложного.